Дорогие друзья, читаешь иногда новости и думаешь, а где ты находишься? Это ведь не мухоморы, это ведь не алиса в зазеркалье, это может быть побег за белым кроликом, тоже возможно, но может быть это еще хуже, может быть мы уже где-то сидим себе на Сириусе или в скоплении звезд, о которых мы ничего не знаем, или в веке прошлом, или в веке будущем, но ничего не понятно. А дело-то вот в чем. Сегодня в Кремле произошло заседание Совета по правам человека при президенте. Естественно, обсуждали летние протесты и московское дело. И вот одна из цитат Путина. Внимание, ну включите вы свои мозги и внимание, послушайте, что такое, сказал президент, друзья, я не могу вам даже описать, я хочу, чтобы вы мне рассказали, а что же такое, сказал президент. Вот, слушайте, друзья, можно ли женщину бить в живот? Можно ли полицейского бить? Нельзя, конечно, женщину бить в живот. Но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского. И наоборот. Вы что-то поняли? Да когда же, наконец, перестанут костюмчиков сажать в президентский костюм? Ну когда же мы освободимся от бестолковейших актеров, которые играют роль президента? Ну неужели некому встать и сказать, ну хватит, баста? Ну сколько ты можешь сидеть, костюмчик, актеришка, пошел вон? Пусть настоящий президент приезжает и правит, и берет бразды в свое управление, которое будет отвечать за свои слова, друзья, и ставить подписи на документах. Но когда костюм Мишко с убогим умишкой говорит о том, что можно ли женщину бить в живот, можно ли полицейского бить, и отвечает сам себе, нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского. И наоборот. Вот здесь пахнет, конечно, усами Пескова. Это пахнет, да. Очень даже так запашок идет Песковский. Однако же это ведь говорит костюмчик, то есть это говорит образ Путина. Но сколько мы можем терпеть? Не надоело ли стране? Почему Навальный бежит за свою Любу Соболь в красном платье, которое, как Жанна Д'Арк, ее пытаются представить, но он не бежит и не говорит о том, что, извините, подвиньтесь, а президент-то наш где? А кто будет вместо президента? Почему мы слушаем все? И почему весь мир слушает костюмчиков? Все равно, кого слушать получается, да? И каждый костюмчик разный. За границу едут богатые костюмчики, так скажем, их надевают в хорошие вещи. Внутри России можно и бедным костюмчикам прикинуться. Посмотрите два ролика мои на эту тему, где просто бедный-бедный, видимо, схватили первого попавшегося, не подходящего ни по росту, ни по размеру ноги, и сделали его костюмчиком, то есть засунули его в костюм президента. Конечно, мы смеемся, мы смеемся, всем нам понятно. Друзья, но ведь такая же ситуация была, абсолютно такая, в 1917 году, в 1916, в 1923. А вы думаете, почему разразилась гражданская война? Ну, только поэтому. Потому что страна надоела ей жить при костюмчиках Николая II. Их вывели тогда и соорудили очень много. Это не был Николай II. Это в России ему дали имя Николая II. Он был и Георгом V, он был и Кайзером Германии. Сначала, вернее, он был Кайзером, а потом он стал Георгом V. Да, это вопрос, конечно, большой. Здесь у каждого свое мнение. Причем впервые на все эти ваши мнения указала я в 2008 году в своем журнале, поместив Кайзера и якобы Николая II рядышком и поместив это в журнале президент, парламент, правительство. Так быстро время идет, что вам кажется, вы узнали об этом всегда. Но в 2008 году об этом из вас никто еще не знал. Итак, я вам говорю, сколько можно повторять ту же самую сцену из Николая II и Георга V. Сколько можно играть каким-то актерам те самые роли, которые сегодня играют в роли Путина, костюмчика. Итак, помимо этого, Путин еще на СПЧ поставил несколько вопросов. То есть для обсуждения Владимир Путин сегодня провел ежегодную встречу с членами президентского совета по правам человека первую после смены Михаила Федотова на Валерия Фадеева на посту СПЧ и исключение его из состава нескольких либералов. Итак, в ходе этой встречи Путин рассказал, почему протестующих, бросающих пластиковые стаканчики в полицию, нужно наказывать. Потому что вслед за стаканчиками полетят бутылки, а там уже и камни. Поэтому нужно наказывать за пластиковые стаканчики. Но ведь, когда хотели, бросали камнями. А здесь, щадя тех самых полицейских, молодежь, которая щадит своих же ровесников, которые находятся в форме, по другую сторону баррикад, молодежь всего лишь бросается пластиковыми стаканчиками, понимая, что не хочет нанести вред полицейским. Но Путин говорит, что за это нужно наказывать. За то, что они не камнями, а стаканчиками. Но завтра это могут быть камни. Но завтра еще не наступило. А уже за молодежь все решили. Пообещал также посмотреть, чтобы не было произвола в отношении движения Льва Пономарева за права человека, который недавно ликвидировал Верховный суд России. То есть накануне больших событий, накануне гражданской войны, я вам привела сейчас как раз аналогию с Николаем Вторым. И поэтому сейчас будет все то же самое. Посмотрите мой ролик, где я говорю, что Путин это мошаг. Вы кого угодно можете приводить в примеры. Я вам даю аналогию с Николаем Вторым. Пообещал также попросить Генпрокуратуру внимательно следить за делом нового величия. Еще вопрос, который отмечался там, ответил на вопрос, заслужил ли Ахмат и Рамзан Кадыровы звание Героя России. Если коротко, то да. А вопрос задавал режиссер Александр Сокуров. То есть Путин подтвердил, что они, отец и сын, заслужили звание Героя России. Вероятно, Сокуров спросил в свете той войны, которая была между Чечней и Россией. А еще в конце, конечно, он сказал, что не знает, как поступить с тем, что 31 декабря в этом году рабочий день. Оставил без ответа вопросы о деле Ивана Голунова. Ну, просто он не был готов решить эти вопросы сразу и тут же, здесь и сейчас. Поэтому похоже, что 31 декабря россияне будут работать. И Путин здесь не поможет, к кому бы вы не обращались. Хотя в Крыму Аксенов, руководитель Крыма, он объявил 31 декабря, уже объявил, нерабочим днем. Но какой смысл тратить время на работу, когда все хотят бежать праздновать? Несмотря на то, что 31 декабря это рабочий день, политики уже больше месяца хотят перекрасить его в красный цвет. И в нескольких регионах сделали так, помимо Крыма. Но Путин на заседании СПЧ сказал, сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря. Времени очень мало для принятия решений подобного рода. Но я всех услышан. Понимаете, для того, чтобы решить, делать ли 31 декабря рабочим днем, Путину мало. Мы сегодня с вами в 10 декабря. А решить такой абсолютно простой вопрос нашему костюмчику мало времени. И поэтому он не готов был ответить. Он должен с кем-то посоветоваться. С кем, друзья, советуется костюмчик. Но не Путин. Может быть, самим Путиным он советуется. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok